Во славу державы и армии. Во славу державы и армии в большинстве регионов нашей страны продолжается подготовка к параду 9 мая. Сегодня в подмосковном Алабине состоится заключительная совместная тренировка пеших парадных расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации, готовящихся к параду на Красной площади. После нее военная техника, задействованная в тренировках, за исключением авиации, будет передислоцирована в Москву, где продолжатся репетиции. С учетом сегодняшнего прогона военнослужащие проведут 14 совместных тренировок на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны. Всего в смотре войск на Красной площади под командованием главнокомандующего сухопутными войсками генерала армии Олега Солюкова торжественным маршем пройдут 35 парадных расчетов в количестве более 13 тысяч человек. Будет задействовано свыше 150 единиц современного и перспективного вооружения, а также военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандирэм», стратегические ракетные комплексы «Ярс» и такие перспективные образцы, как танки «Армата», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг». По Красной площади торжественным маршем пройдут 35 парадных расчетов в количестве более 13 тысяч человек. Авиация будет представлена 74 самолетами и вертолетами, включая стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-35С и Су-30СМ. Три дня осталось до первой ночной тренировки на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, где до 9 мая состоится пять репетиций военного парада. Пешие парадные расчеты отработают строевую слаженность вечерами 22 и 24 апреля. Тренировки пеших расчетов и механизированные колонны современной исторической военной техники состоятся 26 и 30 апреля. Генеральная репетиция пройдет 7 мая в 10.00. В военном параде в городе на Неве 9 мая примут участие более 4,5 тысячи военнослужащих Западного военного округа и силовых ведомств региона. Будет задействовано около 130 единиц авиационной техники, танков, боевых машин пехоты, артиллерийских установок, ракетных и зенитных ракетных систем, а также исторические образцы вооружения. Все готово к первой тренировке парадных расчетов Екатеринбургского гарнизона на городской площади 1905 года. Сегодня в 22.00 по местному времени заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Поплавский отдаст приказ на начало тренировки. Принимать парад будет командующий войска МИЦВА генерал-полковник Александр Лапин. Всего в параде примут участие более 2,1 тысячи военнослужащих, расчеты объединения ВВС и ПВО, мотострелкового и железнодорожного соединений, бригад связи радиационной, химической и биологической защиты, Уральского института противопожарной службы МЧС России, управления в СИН РФ по Свердловской области, Уральского округа войск Национальной гвардии РФ, Суворовского военного училища, рота почетного караула. Приятным бонусом для гостей и жителей Екатеринбурга станет выступление сводного оркестра ЦИВА в составе 120 музыкантов, который впервые исполнит плац-концерт в финале парада под музыку Попури на тему военных песен «Фронтовое братство», написанную корифеем и основателем уральского джаза Николаем Барановым. Попури откроется строевой песней Виктора Гина «За этот мир сражались мы в боях», а закончится прощанием славянки. Во время выступления под композицию Георгия Сверидова «Время вперед» к оркестру присоединится рота почетного караула, которая продемонстрирует специально подготовленную программу строевых приемов с карабинами. Всего в Центральном военном округе в подготовке парадов Победы принимают участие более 46 тысяч военнослужащих. В тренировках задействовано 678 единиц техники, среди них 18 образцов будут показаны здесь впервые. Например, танк Т-72Б-3М, бронированная машина БМП-3, самоходный миномет НОНО-СВК, зенитные ракетные комплексы БУК-М2, бронеавтомобили Рысь и ПР. Тренировки к параду Победы проходят в 123 гарнизонах и населенных пунктах округа. Среди них есть и населенные пункты за пределами Российской Федерации, город Душамбе в Республике Таджикистан и город Кант в Республике Киргизия. Тем временем в Севастополе на одном из аэродромов морской авиации Черноморского флота проходят сводные тренировки пеших расчетов перед военным парадом. Руководит занятиями, в которых задействовано более тысячи военнослужащих Севастопольского гарнизона, начальник отдела береговых войск ЧФ полковник Игорь Сварковский. Военнослужащие отрабатывают синхронное прохождение строем под музыкальное сопровождение оркестра Черноморского флота. Запланировано еще пять общих тренировок и генеральная репетиция парада на площади Нахимова в Севастополе с проходом военной техники в составе механизированной колонны. Всего в Крыму в военных парадах и торжественных шествиях, посвященных Дню Победы, примут участие порядка пяти тысяч военнослужащих. Кроме Севастополя, они промаршируют в городе Героя Керчи в столице Республики Крым Симферополе, где также начались тренировки военнослужащих. Тысяча триста военнослужащих Западного военного округа, представителей других силовых ведомств региона, курсантов военных вузов, воспитанников кадетских корпусов и участников Всероссийского военно-патриотического движения ЮНОРМИЯ примут участие в военном параде, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Смоленске. 17 парадных расчетов пройдут торжественным маршем по главной площади города Героя под аккомпанемент Сводного военного оркестра. Помимо пеших парадных расчетов, Смоляне и гости города в День Победы смогут увидеть прохождение торжественным маршем механизированной колонны вооружения и военной техники войск гарнизона. Возглавит колонну легендарный танк Т-34-85. Помимо самого массового танка, зрители парада увидят и самое массовое артиллерийское орудие тех времен 76,2 мм дивизионную пушку образца 1942 года ЗИС-3, современная боевая техника будет представлена большегрузными высокопроходимыми КАМАЗ-53501 «Мустанг», пусковыми установками реактивных систем залпового огня «Град» и «Торнадо», унифицированными командно-штабными машинами ИР-149 «Акш» на базе БТР-80, зенитными ракетными комплексами «АСААК» и основными танками Т-72Б-3. Помимо областной столицы, войска гарнизона пройдут торжественным маршем в городах воинской славы Везьме и Ельне. Здесь же будут устроены площадки статического показа вооружения и военной техники. Продолжается подготовка к параду в Самарской области, где военнослужащие гарнизона провели на аэродроме Кряж первую совместную тренировку парадных расчетов пеших и механизированных колонн. До конца апреля здесь состоится еще несколько прогонов, после чего подготовка к параду «Победы» переместится в Самару, где на площади Кобышва пройдут три репетиции, в том числе генеральная. В этом году техника на военном параде будет представлена оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандирэ», зенитными ракетными комплексами «С-300», самоходными гаубицами «Мста-С», танками Т-72Б-3, бронетранспортерами БТР-82А, бронеавтомобилями «Тайфунка», бронемашинами БМП-2М, а также реактивными системами залпового огня «Град». Около 1,5 тысячи военнослужащих Южного военного округа и других силовых структур, привлекаемых к военному параду в Ставрополе, проводят тренировки в составе пеших расчетов. В механизированную колонну в этом году включено более 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе РСЗО «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки «Мста-Б», бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки «Зу-23» на базе автомобиля «КамАЗ», бронеавтомобиль «Рыси-Тигр», а также комплекс «Визередут». Тренировки парадных расчетов проходят с начала месяца три раза в неделю на базе одной из воинских частей Ставропольского гарнизона. Экипажи боевых машин механизированной колонны тренируются на военном аэродроме в пригороде Ставрополя. 7 мая на площади имени Ленина в Ставрополе состоится генеральная репетиция военного парада. Экипажи самолетов и вертолетов Северного флота, задействованные в воздушном параде, который состоится 9 мая в небе над городом Героем Мурманском, приступили к тренировкам на аэродромах объединения ВВС и ПВО флота, расположенных в Заполярье. Непосредственно над городом летательные аппараты пройдут парадным строем 23 и 26 апреля, а также на генеральной репетиции, которая состоится 7 мая. Роман Бирюлин, «Красная звезда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова